Всем привет! С вами Ирина. Хочу посадить вот эту орхидею, потому как у нас было очень много сухих корешков. И они просто ломались и опадали. И вот что у меня осталось с корнями. Но у нас еще есть, вот они растут. Внутри, если посмотреть в корзиночке, также корни присутствуют. Есть такие, вы видите, ух какие классные корешки. Но так как у меня не хватает влажности, воздуха, я хочу посадить эту орхидею в этот большой горшок. Мне самое главное, уложить корни вверх. Вот эту поверхность корзинку я засыпать не буду. Я хочу присыпать корой буквально вот так вот само дно корзинки. Но вот эти корешки прикрыть так, чтобы они хоть немножечко были во влаге. Вот я особо ничего не делаю, корешок просто отвалился. Так что корешки у нас здесь такие, ой, подсыхают, конечно, в общем. Так, я хочу аккуратненько уложить. Сейчас я буду пробовать, не очень удобно это одно делать. Но я буду пробовать по кругу аккуратненько. Поместить наши корешочки в горшок. Так у нас не получится, но нужно все-таки начинать с самого-самого начала. И вот таким вот обрезом по кругу будем укладывать наши корешки аккуратно. Ха, у нас получилось. Вы видели, как я-то сделала? Повернула горшочек и у меня все получилось. Ну, в общем, вот так. Вот так я хочу это сделать. То бишь, чтобы основная часть корней не была просто вот в воздухе, да, потому что у меня сухо и корешкам неоткуда брать влагу. Поэтому я хочу сделать это вот таким вот образом. И вот эту вот висючую штучку я ее, наверное, сниму, либо закреплю на горшочек. Ну, это уже посмотрим, будем сходить уже из ситуации, что у нас получится. Пока что засыпаем субстрат. Свою мандаринку я тоже однозначно буду садить, потому что все-таки растению нужны условия. Если мы не можем обеспечить нужную влажность растению, значит, все-таки нужно тогда как-то приспосабливаться к своим условиям и помогать растению. Потому что просто купить растение, повесить и любоваться красивыми цветочками и смотреть, как сохнут корни, как растению тяжело, это тоже, я считаю, что неправильно. Поэтому нужно исходить все-таки от наших условий. И так, чтобы в первую очередь это было комфортно растению, чтобы растение не страдало. Поэтому в моем случае в идеале будет вот таким вот образом посадить в горшочек и присыпать субстратом. Так, и вот с этой стороны я тоже хочу немножечко корешки. Присыпать еще. По сути, вы видели, сложного абсолютно ничего нет. Единственное, что я это растение полила, для того, чтобы корешки, ну, хоть чуточку были более такими эластичными, потому что когда растение не полито, оно такое прям сухое-сухое. Ну, вот таким вот образом будет выглядеть моя посадочка. Еще чуточку с этой стороны добавлю, так чтобы буквально корзиночка у нас держалась. Вот растение, по сути, вы видите у нас на поверхности, но самая основная часть корешков у нас все присыпано корой. Вот так вот у меня растение пусть еще немножко постоит, и потом я хорошенько пролью для того, чтобы все мелкие частички, чтобы оно все вышло из субстрата. Так, и вот эти вот, конечно же, нужно снять эту проволочку. Мне ее, когда паковали, вы видите, она вот здесь вот в этом месте, ее просто взяли вот так вот согнули, и все, и никто там не парится. Потому что я думала, как же я повезу это растение, как мне запакуют. Там все легко и просто, там эти места не заморачиваются совершенно. Так, я ее сниму. Ага, надо снять бирочку нашу. Там где написано, что продано и Ирина Шебеку. Так что мне прям с бирочкой так ее и отдали. Бирочку снимем. Оставим себе на память. Так, а проволочки аккуратненько снимем. И, возможно, мне пригодятся вот эти вот проволочки для мандаринки. Так, самое главное, чтобы теперь я вот этими, которые я уже отсоединила, чтобы я не повредила растения. Есть, сняла. Вообще, я каждую штучку вот отогнула и достала ее из корзинки. Так, название у нас здесь прикреплено. И я думаю, что нужно будет просто вот эту скрепочку снять. Она не очень хочет, но ладно. Скрепочку мы достанем и бирочку поставим в горшочек, чтобы мы не забыли. Так, не могу я ее достать. Вот это скрепочка. И у меня нету этой антистепплера. Так, что мы будем доставать вручную. Ну, получилось. Все, бирочку мы ставим. Это тоже вандовое растение. Цветы у нее шикарные. Мне очень понравилось, как она цветет. У нее прям такая гроздь цветов. И цветы невероятно красивые. Очень просто. Просто очень-очень красивые цветочки. Ну, вот с этой вот бирочкой, знаешь, честно, не знаю, что с ней делать. Но ставим на память. Так что, вот так мы с вами быстренько посадили наше растение. Вот в такой вот большой горшочек. И вот что у нас получилось. Есть корешки. Нужно было еще немножечко постучать, чтобы осела немножечко кора. Ну, с другой стороны, как бы воздух тоже нужен. Сильно забивать не будем. Потому что субстрат, вы видите, он не очень большой. Я думала, честно говоря, посадить в более крупную кору. Но что было под рукой, то и пока что взяла, то и посадила. Так что, вот так выглядит моя посадочка данного растения. И теперь мне не нужно переживать, что я ее забыла полить. Потому что, когда они у меня просто висели в комнатке, мне приходится их поливать каждый-каждый день. Ну, а так как я посадила это растение, я ее вечером полью. И я думаю, что практически на неделю должно вот этого вот хватить. Потому как кора, вы знаете, все-таки удерживает влагу. Корешкам будет более комфортней. Чем просто в воздухе. Так что, вот так вот мы быстренько посадили орхидейку. Вот в такой вот горшок вместе с корзинкой. Корзинку снимать нет смысла. Потому что там настолько корешки переплетены. Очень сложно, даже если бы мы с вами разрезали вот эту вот корзиночку, очень-очень сложно было бы снять эту корзинку и освободить корни. И в любом случае мы бы повредили корешки. Поэтому, чтобы не травмировать растение, чтобы не травмировать корни, поэтому я приняла решение, что я посажу вот так вот вместе с корзинкой. Самое главное, чтобы основная часть корней, которая сохнет, чтобы у нас была в горшочке. Так, а на поверхности над корой у нас полностью все растение. Поэтому загнивания у нас здесь никакого абсолютно не будет. То бишь, здесь можно поверху даже опрыскивать растение и не бояться, что с ним что-то произойдет. Вот растение растит в молоденький листик. И судя по всему, когда я рассматривала растение, у нас вот здесь вот есть остаток от цветоноса. То есть это растение, судя по всему, уже цвело. Так что, я думаю, что следующее цветение также будет не за горами. Подрастит растение листик. И я почему-то больше чем уверена, что после роста вот этого листа у нас наше растение выпустит цветонос. Так что, вот так прошла успешно наша посадочка. Все у нас удалось. Так что, садить, в общем, вообще пересаживать растение не нужно бояться. Страшного в этом абсолютно ничего нету. Потому что очень многие задают мне вопросы. Ирина, а как вы будете пересаживать сортовые орхидеи? Они же такие дорогие, они же такие нежные, капризные. Ребят, нет разницы абсолютно, какую орхидейку пересаживать. Если вы делаете это с уверенностью, с сознанием дела, если вы уже пересаживали несколько орхидей, не нужно бояться пересаживать сортовые орхидейки, потому что они, по сути, такие же самые обыкновенные растения, как и все остальные. Так что, бояться пересадок не нужно. Все, а я буду с вами прощаться. Спасибо вам огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.